В индустриальных парках Тюменской области новые резиденты начинают строить заводы. Ну, к примеру, инвестиции в один из них составят 283 миллиона рублей. Для чего инвестируют средства, что будут выпускать, сколько создадут рабочих мест, и какую роль в этом сыграла государственная поддержка инвесторов, знает Ирина Шипилова. 18 смесей салатов и овощей здесь расфасовывают и упаковывают ежедневно на протяжении 4 лет. Свежая продукция расходится по магазинам, ресторанам и кафе всей России. Мощности загружены полностью, но бизнес-планы осуществили не все. Новое производство будет в два раза больше этого. К 56 сотрудникам добавят еще 80. Завод собираются строить в индустриальном парке Боровский. Позволяет экономить 20-25% от стоимости подобного проекта, если бы он реализовывался где-то самостоятельно в другом месте. Получение разрешений, согласование каких-то отдельных моментов в процессе строительства и подготовки к строительству. Что тоже очень важно. Особенно для таких предприятий, как наши, для которых строительство не является профильной деятельностью. Все-таки мы больше занимаемся производством. На площадке Боровского уже ведут строительство 4 резидента. Проектные работы закончили еще две компании. Три завода вот-вот начнут возводить в Багандинском индустриальном парке. Там заканчивают прокладку коммуникаций. Но заявки на размещение будущих производств принимают и на Ишимскую территорию. Приняли решение о строительстве новой площадки, третьей площадки индустриального парка, который будет направленностью сельскохозяйственного машиностроения, то есть агропромышленный парк. На данный момент на уровне Российской Федерации начинается подготовка нормативно-правовой базы для официального признания именно такого статуса, именно агропромышленного парка. Мы решили быть одними из первых регионов, которые будут официально вводить данную тему. На этом заводе производят утеплители, перерабатывая полистирол, но готовы построить завод по переработке пластиковых отходов. Актуальное, экологически чистое и безотходное производство позволит не только заработать прибыль, трудоустроить еще 100 человек и помочь городу в борьбе с мусором. Без индустриальных парков, возможно, у нас бы и не было этого проекта совсем. Да, то есть проблема в чем, что бизнес, конечно, может найти оборудование, может частный бизнес найти людей, но организовать инфраструктуру государство берет на себя. То есть это то, что в других странах уже давно применяется. В нашей стране мы долго этого ждали и вот теперь дождались. Ирина Шипилова, Максим Плюхин. Тюменское время.